так лариса смотрите там получилось так что я просто понадергал почему потому что мне хочется чтобы мы простили ситуацию вот смотрят очередной допустим это фильм их много по нарезал кусочками этот самый юрий железов это самый пащенко их много сделал а там комментарии я вот просто выбираю там где считаю как надо будет реагировать лариса то есть если вы покрыли грибки надо просто спилить посадить новую ответ это за меня троцентка отвечал лариса нет спиливать не нужно конечно можно рядом посадить новый на замену у меня есть деревья которые покрыли с грибком и мохом из-за обрезки беру черенки матча и деревья да вот что интересно совершенно на листьях только реагирует грибы только на скелет на листья не реагирует но такие деревья еще могут жить долгие годы радовать урожаями хотя срок жизни сокращается срок жизни сокращается из-за того что деревья искалечены я просто их не трогаю лишний раз считать счищать это все бесполезно это я ответил запомните ларисе так то есть вся эта борьба железом купоросом прочими химикатами тоже бессмысленно вот я почему спрашиваю этим летом у нас лишайниками покрылись все деревья и старые молодые печально картинки запомните лишайники это да из колесных деревьев раз и усугубляется тем что у вас сырая погода и и никуда не деться и еще третий фактор но объективный деревьев стареет так мы с вами и ваши деревья не видим вот дальше смотрим что было это все еще троцинка за меня отвечает лариса я ничем не опрыскиваю состояние здоровья деревья от грибов не зависит сколько угодно грибы дерево от этого здоровья не станет опрыскивание с моей точки зрения напрасный труд дальше идет а подкармливаете лариса специально нет вот в некоторых местах делаю ямы заполняем мусором органика ну вы знаете те ямы для меня это альтернатива коллапсу который все равно страну мы сгноим помните тысячи десятки тысяч людей живут там где горят свалки и живут и выехать некуда и никому не нужны и онкология вы представляете что это такое онкология только потому что люди это соседи у города миллионника сгноили не просто природу но еще и людей вот это есть поэтому я упоминаю делаю ямы заполняем мусором всем бытовым все что из дома все вожу деревню так лариса мне отвечает записки зачарован садовода я так и делаю записки это мой бренд вот это мой бренд так вся скотчная трава опавшая листва остается под деревьями какая умница дайте поцелую правда немного все-таки сыпли фосфорно-калиния тоже лунки по периметру небольшие чтоб только заделать чуть пересыпите вот вам и лишайники если вы знали попробуйте это я понимаю есть такое понятие лекарства или чуть лишнее попробовал уже это уже я немножко сыплю они нужны там надо причин найти почему у вас лишайники отсюда не видим и вот что интересно татьяна который мордой потыкала вот она видимо специалист вот и не моего уровня гораздо выше лариса а что печально в этой картине выглядит не очень симпатично лишайники но и только лишайники деревне вредят какие вузе это учат каком бузе учат что лишайники на деревьях не в этом они действительно не вредят 0 пусть коляще дерево покрылись лишайниками от означающего на здоровое это крайняя степень перед смертью лишайник это не диагноз это результат неправильно выращивание дерева что значит не вредят они свою долю жрут потому что дерево портится испортилась хора ну вот оберешанники им немножко даже почвы надо они же не это не воздухом питаются откуда чё же не взяться-то когда все дерево в ранах и в этих трещинах мало того это она пишет они являются показателями хорошей экологической обстановки господи боже мой у ларисы лишайники у ларисы это все покрылось ими хорошая обстановка потому что любят чисто да лишайники конечно любят они такие же как мы такие же как грибы такие же как эти самые трава кто же не любит и чистый воздух хорошие показатели и вот этот человек мне мордой тычет что это несуся в науку ну вот сейчас то хоть кто-нибудь я почему она первая началась она написала несуся в науку поэтому я так разговариваю как извините как выпороть охота ну думайте что что вы говорите причем тут и хорошая экологическая обстановка когда человек и деревья искалечен чистый воздух любят священник все сами напросили единственное чем их можно обвинить что под ними могут зимовать вредители почему они это самое именно под ними причем тут лишайники ну таки полезная зимой тут первое что-то здравый смысл что бороться с этими свредителями значит полезно убивать вот первый раз вот что-то подняли еще не все если лишайники на ветках сильно раздражают то от них можно легко избавиться после дождя они легко ощущается с коры и вот 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 что вы творите то если уже они есть вы же сами написали что вы написали лишайники деревьев не вредят ну вот уже да то есть уже мы имеем данность что на многих искалеченных деревьев появляются мхи и лишайники что теперь от них избавляться то они появятся снова но прежде чем появится будет вот это вот это с другой оперы я взял это шоу фильма я быстро сфотографировал а дальше я не хочу снимать лицо это чека на этой наивной чуть не сказал на какую букву вот которая теперь после этого берет щетку по металлу и начинает драть ни в чем неповидное дерево чего и от нее надо то ведь это же что человек как сдирать кору только потому что на каком кора может быть к особенности то тут еще дерево то молодой вот это специалисты дальше она возьмет щетку после дождя легко ощущается избавиться осенняя обработка плодов у деревьев щеткой природе щетка это самое крупное что там бывает против град ну что еще чем можно искалечить дерево ну сильный ветер сильный мороз когда 3 трескается кора но дерево тут же и залечивает умерла бы просто и меня этот человек взялся учить не лезть в науку но я не про науку ведь сейчас до конца уже скажу ребята все зачем он тут упоминает генетически обусловленные почему про глубокое воздействие и речь-то идет я же с тысячу раз сказал я не лезу в генетику я не лезу это речь идет об отборе максимально мы же способ то как называется способ это клонирование можно назвать вегетативное размножение называется по науке да вот значит этот способ он настолько естественный слова естественный пусть мы даже сращивать вот это вот ну и делите это клонирование еще это с помощью корневых отводков спорте палку воткнул тут же вырастают листья и корни вот так вот это настолько естественно что здесь речь о генетике нет просто мы берем имея способу не ну как его назвать то помните как мичурин писал только с помощью это семенного размножения можно добиться там результатов той же прошли моростойкости здесь предлагается нормальный способ ну ладно не понял этот самый жалко но еще раз подчеркну генетика вообще ни при чем вот мертвая почка и вот живая почка вот они да у них просто разная морозостойкость так оказалось потому что я же неспроста показал вот это у них даже половые клетки есть обновая клетки означает нормально размножение дальше будет цветение вот оно плодоношение я специально такую цепочку сделал у них разная морозостойкость и никакого вмешательства в геном никакого вообще единственное что в мире не вмешательство а новое качество проявляется но это уже другая тема они наслаиваются стоит только лишний раз привить как бы сказать лишнее поколение вырасти проявляется лучшее качество а дальше если через а николаев смотрите вот же в скобках песоцкий а правильно можно привести к общему знаменателю улучшать по двое ухудшать привой поколение за поколением и но там отдельная тема вот вроде бы получается по песоцкого уже то как бы равням не что так сказать по крайней мере не хуже разбирается вот а я спор не закончил а мы найдем выход из того чтобы не получилось среднеаритметическое пациент николаевич интересно жить на свете имея таких друзей как вы не вот этих вот не лезь а нормальных вот смотрите что получилось мы с вами практически закончили эту тему вот каждой почки имеются ростовые клетки размножения даже половые мы ничего не испортили геном мы не лезли мы в данный момент нет влияние по двое есть влияние на геном есть но в данном случае то выберем конкретный случай как можно вот таким путем на грани вымирания находить сознательно уже сознательно этим должны заниматься все института потому что я же начал то ну вы понимаете чего начал то ребята кстати чтобы разговор закончили не могу остановиться вы же начали у нас выхода то нет другого но нет у нас выхода вот кузбасс один крайность вот такое было весна и вот чему пришли пятидесяти дом сорока шести до сафранов сфотографировал свеженько ну как нам без это 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 самое без этого куда мы денемся ну чё как всегда это но уже попутно я сказал ребята вот это волшебный мир волшебный мир он непознанный просто не хотят это самое думать так проще церковь взорвали священников расстреляли потому что это сама идеология что если вот это все правда и надо начинать со школ и церковь у нас бюрократилось ни хрена не хотят думать на этот счет готовая дает уже уже вот это вот несчастное существо вот это вот болотное оно это уже на небо смотрит а мы куда грязную лужу ну не так повезло что я нашел эту фотографию и обратно в эту грязь нету души оказывается нету у человека случайность слепания молекул сегодня я превратился почти в этого как им называть то их проповедника во интересует абрикосы потом вы проходите это просто не удержался это с посылки я вам не показываю откуда это кто хочет увидеть не стыда не совести а сейчас наше время откуда так и а ну так правильного жизнь грязная лужа совесть стоит такое не может быть и а это тоже не может сейчас не осталось 4 минуты ладно вот тут покажу посылку покажу вот видите вот таких уже сотня везде декоратив колорит на планете нет ни одной дети об этом не знают взрослые не знают миллионы садоводов не знают что на свете нет ни одной колоритной груши не существует вот нету если бы не моя фотография я бы конечно так бы сейчас не разорялся но и главное придумать все и плоды то не крупные 250 грамм смотрите не не крупные вот где не передрали все это сама плодность да зачем берите он сам будет плодность вот это же олада то что вы видели обязательно надо соседей но это ладно теперь глядим на нее вот здесь смотрите ствол ветка свисает где колонна обильно плодность ветка из вот это я к тому говорю что про грязную лужу про все что говорил вот это не один человек дурит просто любой сейчас кто хочет выжить обязан обманывать 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 смотрите сколько раз вы встречали хотите сейчас прямо на слепую покажу вот это вот из рекламы а вот это вот из моего сада я всегда я присобачил поднял внимание 1 нет внимание 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 вот внимание я вам показал две самые которые сейчас в ходу мошенников так и опять столько ведь вы понимаете что обидно то сергей привет про это в следующий раз поговорим вот я еще мне осталось две минутки я сейчас возьму и напоследок загляну яндекс вот они так часто попадается вот сейчас прям буду листать 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 ну сами понимаете вот это все это все из интернета это только мне сейчас нет ни сил ни времени показывать да вот вот это все тут живой сколько тут колновид на свете нет а у них есть а на нобелевскую премию не подают не не подают сейчас я долго искать не буду вот вот он академик ну пожалуйста вот только что фотографии смотришь а там желающих потенциальных 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 этих хозяев это же фотографии их сотня ой сколько лапши сколько лапши вот омский садовод откуда вы черешки так берете признайтесь а проверьте я прошу семью матвеев проверьте омский садовод зайдите скажите покажите дерево черешни хотя бы одно вы железу о пожалуйста вы видели нет вот она жигулевская агро 7 фонд вот она моя фотография показали вам первый сточек за 27 лет я уже показывал сейчас грушу найдут а мы говорим это самое чтобы они из грязной лужи по неволе поверишь что с грязной лужи когда вот такое творится и садов никогда не будет сколько людей обожглось сколько людей обожглось он еще ой я уже не хочу врагов нажимать прошел раз я их нашел за это время штук 8 вот она вот она декора вот то самое убедились да а а теперь смотрим сюда нажали видите я вас учу потом учите всех подряд кого только можно найти изображение в яндексе ну чё пойдете чай пить пока я буду листать вы представляете из-за одной несчастью моей фотографии вот там со штампом видели вот он штамп вот он вот где-то это как только не издевается над ней вы представляете сколько обмана а ведь люди поверят что а вот такая будет расти вот а густо больше чем листьев видели ну ка может быть это даже не все все у меня зло берет что из-за меня столько в это бреда приносит миллионы денег агрессив фонд куда она делась ну ладно там я пока она же не только на одной фотографии они чуть фотографию замаскируют там еще сотня обманщиков все посмотрели так на этом мое время истекло полюбовались и просто ради любопытства что там я еще не успел пасенка поговорим про посылки поговорим вот еще не поздно еще сухие высылаю как хранить поговорим вот еще не успеваем но вот это ваши чудеса вот это секреты по винограду любой из вас может спокойно потом вернуться у вас будут ссылки прочтете внимательно потому что макаров словно ветер не бросает вот его секрет ясно парадокс под носковью и добро должно быть в кулаками то есть на другу перефразируем должно должно размножаться для тех кто не верит это он пишет в реальность приезжайте в конце августа в сентябрь на регустацию деревня деревня Скрипарова улица Симоновская 26 Морославский район Каловская область телефон наличии вот видели хотел коротко доступно извините как получилось ваш ученик Макаров Алексеев все я считаю что вот ради этого я живу не только ради нравоучения вот не было бы меня информация бы так не расходилась а дальше будет много чего интересного представляете под Красноярском да аврикосы все 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 закачиваем так а так хоть заглянем что там дальше а вот опять подлость подлость величайшая величайшая а это мы будем все проходить это будет